Всем привет, дорогие мои друзья, все кто меня смотрит, сегодня чистка компа, ко мне обратился человек и сказал, что комп стал тупить после того, как брат скачал какую-то игруху. Комп действительно тупит, достаточно сильно задумывается. Я послал через Steam Viewer команду Ctrl Delete, здесь вот через действие, и открыл диспетчер задач. Сразу что я вижу по диспетчеру задач? Антивирус 1, Total Security, и сразу антивирус 2, Avast. То есть кого-то из них двоих надо сгонять отсюда. Я бы убил 360-й, так как, как правило, его люди ставят неосознанно, скачивают какие-то левые приложения, вместе с которыми прилетает этот 360-й. То есть его подсовывают по-тихому. Avast, по крайней мере, такой хренью не занимается, он более культурный что ли. Также вижу вариант тут Одноклассники ВКонтакте, Амиго, это скорее всего поставилось тоже одной пачкой случайно. И надо сейчас посмотреть, что за железо здесь на компе стоит, чтобы понять, сносить оба антивируса или только один. Если железо мощное, я поставлю бесплатного Касперского, если железо не мощное, то мы оставимся на Avast. Собственно, один антивирус должен сразу уйти под снос. Вот видите, как он задумчивый. Давай, родной, что ж так тупить-то? Ладно, пока он думает, мы сейчас какую-нибудь музычку включим. Но тупит он явно конкретно. Да, можно очень долго ждать такой процесс. Тачка совсем подвисла и пришлось даже ребутнуться, чтобы она загрузилась заново. Сейчас я попробую успеть попасть в программу, чтобы что-нибудь удалить лишнее, пока все это не прогрузилось. Потому что, конечно, все очень печально в плане производительности. Total Security идет в помойку. Так вот, как раз он недавно поставлен и 13.06, то есть буквально вчера. Да, 360 идет под снос. Потому что нельзя так тупить, это пипец как печально. Целлерон тысячник, да. Тридцать двухразрядная операционка. Два гига памяти. Да, я думаю, у вас здесь будет самое то. И вот эта вся вконтактная шулупонь. Я думаю, ее тоже надо убить. А у Слоджик бутспид. Не знаю, алкоголи тут. Блин, такое ощущение, что вообще... Интересно, давно это все вставилось? Или это с рождения компа? Это, возможно, сборка винды такая, что уже в ней были предустановлены алкоголи. Потому что в трезвом и твердой памяти их достаточно редко кто-то вставит. Сейчас посмотрим, когда у него дата создания папочки. 11.05.17. В принципе, не так давно, примерно месяц назад. И сюда он тоже пробрался. Защита, блин, от угроз. А вон у нас, Лоджик тут. Р-студия, видимо, что-то данные восстанавливали. Нейра. Ну, хорошо, не будем ничего лишнего трогать. Все как обычно у нас. Адв Клинер. С-клинер. Могу посмотреть все-таки, изменить своим правилам, посмотреть. Ас-Лоджик будет спит премиум. Но он явно с тюнингом. Такое ощущение, что винду как раз переставляли где-то в третьем месяце. Потому что ничего, ничего более раннего нету. Сейчас я спрошу человека, нужно ли ему это. Аиде-64 и так далее. Нужно ли ему это. Сейчас спросим. Так и пуск. Так, пуск, пуск, сделать. Пуск сделать классическим или нет? Сейчас посмотрим, что тут из тюнинга. Ага, делаем человечка. Так, опять же, по поводу ускорения. Обеспеченные лучше быстродействия, вывод эскизов вместо значков, отбрасываться на тени и значками на ручьем столе и сглаживать нейроны с экранных шрифтов. Все, что нам надо. Все остальное только мешается. Так, активации выполнены. Это у нас восьмерка. Open VPN. Что-то много всякой хрени реально. Ну что такое? Опять интернет у нас не интернетит. Что-то все подвисло. Надеюсь, что отвиснет. Комп в очередной раз завис. Я в очередной раз ребутнулся. Так, даже не знаете, с чего начинать. Вроде удалили мы 360-го товарища. Так, сейчас мы... Область уведомлений. Хочу видеть все значки. Ага, хорошо. Так, теперь я бы из-за вас-то тоже бы лишнее повыковыривал. Так, дурацкая менюшка пуск. Сейчас мы ее сделаем человеком. Я надеюсь, это получится. И вам в очередной раз не повиснет. Так, надо пакет программок скачать. С своего сайта. Так, мне нужен пакет утилит. ADV Cleaner. И Classic Shell. Так, что за лоу-а? ADV Cleaner. Загрузочки. Ага. Ага. Ага, Яндекс.Диск у нас не работает. Ладно, тогда пойдем. Это, видимо, Украина, что ли? У них все заблочили. Пойдем, значит, на официальный Classic Shell. Так, Download Translated Versions. Скачать переведенные версии. Classic Shell. Вот она, русская. Хочу человеческий пуск. Давайте, давайте. Так, Classic Start меню оставляем. Classic Explorer нам не нужен. Classic E нам тоже не нужен. Установить. Так, куда нас на лоу перекинуло этот? Куда я заходил? Ага. Этот скачался. А что же мы-то открывали, не пойму. Циклеер. Это все достаточно стандартно. У меня много видео на эту тему, и это просто одно очередное видео. В принципе, список программ один и тот же. Компы чуть-чуть различаются. OpenVPN. Прикольно. А в браузер можно FreeGate поставить, чтобы обходить блокировки браузером. Ну-ка, сейчас попробуем. FreeGate. Для опера. Перейти. Установить. В плане используемых приложений я стараюсь ставить те, которые я точно знаю. Может быть, среди тех расширений, которые я вижу, есть хорошие, но я их не использую. Потому что я ничего про них не знаю. И как они работают. Зачем Temper Monkey для оперы, вообще непонятно. Так, здесь поубирали. Classic Shell нам уже не нужен. У нас уже должен быть человеческий пуск. Что такое? Опять что ли висяк? Блин, то ли это соединение с интернета, с Украиной, такие проблемы возникают. То есть, проблемы с соединением. Либо это реально проблема с ноутом. То, что он тупо завешивается спустя буквально пару минут. Причем завешивается намертво. Ладно, сейчас попробуем еще раз перезагрузиться. И посмотрю его тогда на температуру. И посмотрю, что сидит в автозапуске. Надеюсь, успею это сделать. Потому что сейчас реально это просто висяк. И все, висяк. Причем такой мертвый, как будто... Как будто интернет отвалился сразу. Мгновенно. Может, делал в OpenVPN или еще в чем-то. Так, после пары перезагрузок попробовали подключиться они к дискам. Тут как бы проблема с интернетом была. Так, пуск нам тоже надо настроить немножечко. Хочу его потемнее сделать. То слишком яркий. Плошка ослабит цвет стекла. Сейчас попробуем так. О, все, сейчас виднее. Хорошо. Так, с пуском разобрались. Теперь хочу выкинуть лишнее из Аваста. Потому что, возможно, тупняк из-за него тоже. Там еще и сейф-зон какая-то стоит. Дополнительная примочка тоже Авастовская. Так. Изменить. Сейчас попросим нажать. Потому что у меня не нажимается. Потому что я не деск надо было от имени админа запускать. Так, сейчас попробуем запросить расширенные права. Угу. Вот, с расширенными правами теперь у меня получается убрать галочки. Так, минимальная защита в эп-экран. И вот. Отлично. Так, я уже забыл, что мы делали. Потому что времени много прошло. Я спросил у человека. Он сказал, что это все не он ставил. Там и Амиги, и Аида, и Auslogic. Это все ему не надо. Поэтому все это сейчас будем сносить, чтобы не висело на рабочем столе. Винрар тоже значок тут не нужен. Поэтому я его удалил. Так, как дела там у Аваста. Ага, перезагрузить позже. Отложить. В следующем веке меня вполне устроит. Так, загрузки. Сортируем по дате, когда у нас тут что качалось. Setup, 911, C-Cleaner, E-DV Cleaner. Все вроде так. Ctrl-X. А, тут, по-моему, не работали горячие клавиши. Это из минусов. И не Деска. Ctrl-Shift-N. Ага. Так, создать папочку. Сейчас мы ее обзовем. Нулики туда. Все это положим. Отлично. Так, сортируем в обратную сторону. Но вернем человеку, как у него было. Так, теперь у нас вид. Показать скрыть элементы. Расширение файлов. Люблю, когда их показывают. Так, нам столько их много не надо. 911 извлечь. Что-то опять какая-то задумчивость. Блин, это прям невозможно. Повторная. Прямо 5 минут и интернет отваливается. 5 минут и интернет отваливается. Так, еще раз я подключился. Сейчас попробуем по-быстренькому, пока все это дело не зависло. Зайти в загрузочки. Посмотреть, что здесь вообще творится. Процесс хакера. Может быть, блин, какая-то гадость реально вешает систему и не дает никуда заходить. Это кто вообще? Так, с хост-экс. Проверим на микрософтом. Окей, не будем трогать. Опера, опера, опера. Ну, пока ничего криминального не вижу. OpenVPN, это понятно. Search протокола. Почему отваливается, не ясно. Так, сейчас посмотрим, что у нас в авторанцах творится. Что у нас в автозагрузке висит. Ой, сори, наверное, было тихо. У меня микрофончик был, и это не повернутый просто. OpenVPN Setup. Остатки от Amiga. Да что ж такое-то. Сейчас передачу звука выключим. Это очень громко все это выглядит. Amiga, Mail.ru, Updater, Алкоголь. Еще какая-то примочка. Этих уже нету. Можно просто убирать всякие задачки. Phonics Browser, Updater. Это гадость, которую у нас, я думаю, ADVCleaner хорошо почувствует и потрет. Так, что еще? Ну, здесь, здесь, блин, все чисто. Я не могу сказать, что здесь какие-то явно процессы висят. Хотя, вот здесь с DLol host там что-то запущено. Так, что у нас? Я планировал циклинер, планировал лишнее поудалять. Ну, попробуем что-то сделать. А потом ADVCleaner проползем. Не надо добавлять пункты в меню картинки. Автоматический проверк апдейтов тоже не надо. Остальное можно поставить. Так, и лишнее надо нам поудалять. О, вроде интернет тут разбежался. Я надеюсь, что он не повиснет. Вот эти вот все тоже одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru, всякая фигня. Так, cookies сейчас отключим, чтобы они не чистились. Иначе браузеры забудут все пароли от всех сайтов. Это не надо, не надо. Да, закрою Оперу. Раз, два, три. Аидаус Лоджи, ВКонтакте, Одноклассники тоже ничего это не надо. И опять висят прям ровненько вот через какое-то время, бах, и висят. Все, соединение было прервано. Такое ощущение, что какой-то, блин, косяк в ВПИ, там же человек сидит через ВПН, прям вот какая-то мелкая штука. Ну, сразу прям раз и обрубает. Возможно, это сам сервис ВПН-овский, что-то им не нравится. Тем более, премиум, премиум явно платный. То есть, видимо, это ставилось вместе с виндой. Нейра. Не знаю, кто сейчас пишет диски. По-моему, таких людей уже практически не осталось. Алкоголь. Вместо него можно использовать виртуал клон-драйв. Потому что алкоголь, я не знаю, платный, сейчас бесплатный, но тоже, по-моему, достаточно бесполезная штука. Есть полно репаков в интернете. Эмулировать уже ничего вроде не надо. Опять висяк. Ну, вот такая неудачная чистка компа. Я сегодня хотел почистить и видео выложить на полную, но идти не удалось.